У нас в зале, у Абдулманапа была одна вещь, которым иногда не хватает в других залах. У нас была жесткая дисциплина. И у нас было только одно слово. Слово Абдулманапа. И так же пошло после... Да, передалось его ученикам. И так же было, когда Хабиб был во главе школы, он тоже, одно слово. Как Хабиб сказал, вот так и бывает. И сейчас уже ребята, поколение, которое выросло на нем, ребята, которые выросли рядом с ним, рядом с его отцом выросли, у них вот это уже, как ты говорил, привычка выработалась. У них уже эта дисциплина, она просто уже в крови. Они просто знают, что надо и делают. Просто знают, что надо. У них на автомате это все идет. Что будет дальше уже следующие поколения, это уже надо тяжело смотреть, потому что вот сейчас я смотрю в зале, вот это сейчас есть несколько ребят, молодежь, которые там подают большие надежды и так далее в спорте. А после уже, не знаю, уже когда зал идет, сейчас Хабиб от дела отошел, он к залу не принимает участие, в делах ребят как бы все меньше и меньше участия принимают. И когда нету такого мотиватора, вот это тот, кто за дисциплину отвечает в зале, она потихонечку, эта дисциплина расслабляется. Вот сейчас в зале я смотрю на молодых ребят. пример, да, я прихожу на тренировку и потренировал ребят, выхожу, а у нас как бы там столовая, короче, ребята все после тренировки кушают, там до тренировки кто что, как-то очень удобные условия для тренировок, все созданы. Прихожу, и приходит молодой парень, ему 20-21 год, там, у нас 12 часов тренировка закончилась, пол первого, короче, он проходит пол первого в столовую покушать сонным лицом, сонным лицом. Он снимает квартиру рядом с залом, чтобы ходить на тренировки, и он приходит сонным лицом. Я на него смотрю, говорю, что пришел заложить, что пришел, покушать пришел. Я говорю, почему на тренировку не пришел? Он говорит, проспал. Ну, человек спит до пол первого, до 12 часов дня, встает, чтобы позавтракать. Как ты хочешь стать чемпионом, если ты на ту тренировку встать не можешь? Да, это кошмар. И вот сейчас большинство, в зале спрашиваешь, почему не пришел на тренировку, анализы ходил сдавать. Вот другого времени нету, именно вот во время тренировки, любая клиника с 7 утра принимает твои анализы, ты можешь пойти, это за полчаса сдать анализы, и прийти, у нас в 10 утра тренировка начинается. Он анализы сдавал, и на 10 часов утра тренировка пропускает. Почему не ходил в зал? Шея болела, это стандартная отмазка, шея болела. Ты же ему не можешь проверить, болит у него шея или не болит. Вот в таком случае Хабиб что сделал бы? Ничего не сделал бы, дождь, снег, холод, слякать, грязь бы, одевался теплее, выходил на тренировку. Я имею в виду с ним, что он здесь что-то сделал. Ничего не сделал бы, выгнал бы из зала. Такие люди не приживались в зале, они не оставались в этом. Когда у тебя поезд идет на полном ходу, не получается вот так держаться за него и бежать по рельсам. Либо ты в вагоне там едешь со всеми вместе, либо ты отклеиваешься. Так и было жесть. Кто не выдерживал это все, они отходили, отсеивались. Вот Абдул Манаб говорил, допустим. Я не знаю ни одного спортсмена, который добился бы результата и ложился спать после 11 ночи. Если мы берем физиологию, то максимально твой гормональный, вот все, что у тебя в организме происходит, мужские гормоны, твой гормональный отдых, восстановление, все это происходит тогда, когда ты ложишься до 11 часов спать ночью. Все эти дофамины там... Максимальный уровень мелатонина, мелатонин запускает выработку гормона роста, мелатонин, гормон роста вместе запускает выработку тестостерона, мелатонин, гормон роста, тестостерон вместе потом запускает выработку кортизола, и твой организм просыпается утром на бодряках, выспавшийся, отдохнувший, и ты готов к новым нагрузкам, к новой работе. А когда сейчас молодежь сидит до часу, до двух ночи в телефоне и инстаграм листает, как ты хочешь восстановиться? Как ты хочешь утром в зал прийти, отпахать? Как ты хочешь стать чемпионом? У меня этот диалог был недавно с одним врачом, Мухаммад, доктор. У меня после тренировок я не успевал восстанавливаться. И чуть-чуть с дыханием проблемы начались. На этом фоне чуть панические атаки начали нападать. Я к нему звонил и говорю, Мухаммад, что, как? А у него брат такой сильный специалист, считается. Невролог. Невролог. Он говорит, Сулейман, в первую очередь убери телефон. Я говорю, как? Работа такая, где мы 80-90% сидим за компьютером. Он говорит, что хочешь делать? В ущерб работе, мужчина должен оставаться работающим, мужчина должен оставаться здравомыслящим. Убирай телефон. С утра проснулся, 30 минут не смотри в телефон вообще. Даже, говорит, если ты будильник ставишь, попытайся поставить его в отдельный аппарат какой-нибудь. Ну, часы, да, купи. Не телефон, да? Не телефон. Почему? Он объяснил мне, не радиация, он говорит, вот эти лучи, которые телефон выпускает, сейчас же ты замечаешь. А когда он рядом стоит, да? Вечерний режим бывает там, чтобы они меньше света дают. Это все, говорит, он как раз таки и говорит, что мелатонин просто убивает, говорит, этот телефон. И вечером то же самое, говорит, за час до сна убирай его. Голова твоя должна... Ты сам, гормон счастья, твой организм должен вырабатывать из-за естественных процессов. То есть, вот мы сейчас с тобой сидим, начинаем разговаривать, и у нас какая-то веселая тема пошла. Мы постепенно-постепенно набираем, и вырабатывается этот гормон, который нам дает хорошее настроение. Да, дофамин. Да, дофамин. Теперь мы, когда листаем, вот какая-то хахашка попалась, там, он выбросился, но какой-то отдачи нет, дальше, что-то мрачное, дальше, что-то серьезное. То есть, вот это, как ты в одном из роликов говорил, да, сбой происходит, и организм уже тупит, не понимает, что происходит с тобой. Да, все правильно. И организм не отдыхает, и вот, как ты говоришь, ленту, когда листаешь, вот, у дофамина есть такое, наверное, такое нехорошее свойство, да, он вызывает такую зависимость. Когда ты листаешь ленту, инстаграм, у тебя вырабатывается... Как наркотик, да? Да, как наркотик, зависимость. Вот он и побуждает вот этим всем зависимость, там, там, наркомания, игромания и так далее, и так далее. Он отвечает за это независимость, да? Да, когда тебе, вот, за эту зависимость он отвечает, когда вот тебе листаешь-листаешь, дофамина всегда мало становится. Тебе нужно больше, 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 и вот это тебе все глубже-глубже в яму загоняет. То есть, вчерашняя шутка тебя не берет, по-другой шутке ты должен... Ну, ты в инстаграме сидишь, ты там пять минут полистал ленту, все, там, нормально здесь, а тебе мало, в следующий раз тебе больше и больше ходят. И ты не замечаешь, как ты часами сидишь и эту ленту листаешь. Просто так свое время убиваешь. Представь, он мне вот это, видишь, сказал. В первую очередь, говорит Фульман, убери телефон, что хочешь делать, говорит, телефон убери, говорит. Все правильно. И вот здесь все возвращается, вот эти панические атаки, просто все возвращается к здоровому образу жизни. К правильному сну, к дефицитам, к, там, дефицитам я имею в виду каких-то витаминов, БАДов, к правильному питанию, когда у тебя... Это все может от этого зависеть. Что такое вообще панические атаки? Это, наверное, когда у человека резко появляется тревожность, страх, там, что-то, что-то... Кровь в мозгу поступает, либо слишком много, либо слишком мало, там, с кислородом. Да, да, да. Сейчас, а в современной психологии, там, я не знаю, я не осуждаю, ничего не говорю за психологию, доктор Мохаммад, он очень много насчет психологов высказывался, наверное, кто хочет посмотреть, может у него, там, найти на канале, о чем он про психологов говорит. А так, они, короче, начинают, как психологи говорят, там, в детстве тебя, там, в садике обидели, там, в детстве, там, мама, папа обидели, из-за этого, короче, у тебя, там, все надо изучать и так далее, и так далее. Но есть научные, там, статьи, доказательства, там, допустим, на американских сайтах, там, их не ученые делали статьи, что все это возвращается к дефицитам, к гормонам, к, там, питанию, к сну, к этим вещам. Когда ты все это нормализуешь, приведешь в порядок, вот эти панические атаки тоже уйдут у тебя. Ничало. 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 Главный, правильный распорядок дня, да, опять-таки, если возвращаться к этой теме. Да, да, да. Какой должен быть распорядок дня? Здоровый человек. Нет, ну, больной, понятно. Мы сейчас говорим о здоровом человеке. В первую очередь, вот я как раз этим сейчас и занимаюсь, мы вот создали такое сообщество. Закрытое? Да, закрытое сообщество в Дагестане собрали, оно проходит телегра. Сектой попашь львы идут. Вот все и говорят, что секта, но на самом деле там очень много, ну, знаешь, как шутят, что за секту создал, что за секту создал. А так там просто сообщество, в которое постоянно транслируется здоровый образ жизни, о том, как нужно жить, как нужно спать, какие гормоны. Вот там ребята у нас сейчас берут, скидывают свои анализы в группу. Это закрытое платное, да, сообщество? Ну, оно стоит тысячу рублей в месяц, грубо говоря. Тысячу рублей в месяц, в этом проблем нет никаких там, я думаю, любой школьник может себе позволить. Здесь, наверное, самое важное, в первую очередь, наверное, вовремя ложиться спать. Если ты вовремя спать лег, ты вовремя просыпаешься. И о твоем питании, наверное, как ты должен питаться, правильно? И одно из важных, я считаю, наверное, таких максимально важных моментов – это время приема пищи. Нужно оставаться максимально большой промежуток времени голодным. А как же вот этот метод пяти… Ну, два перекуса, понятно, там три… Ну, три основных приема пищи. Это для того, чтобы раскачать твой метаболизм. Метаболизм. Это отдельно, это методика питания, когда человек хочет похудеть. Допустим, когда спортсмен скидывает вес и так далее, и так далее, и так далее. Но когда ты ведешь обычный образ жизни, на самом деле, два приема пищи – это достаточно в день. Два приема пищи. И нужно делать так, чтобы твой промежуток голодания был максимально большой. Когда ты голодаешь, восстанавливаются твои нервные клетки. Твой организм намного лучше работает, и так далее. Как обычно бывает? Ты покушал, тебе хочется спать, отдохнуть, и так далее, и так далее. И когда ты еще правильно питаешься, плюс ко всему, твой мозг бывает насыщен энергией. Все, что нужно в твой мозг, попадает в твой мозг, и тебе не требуется больше, чем нужно для жизни. И когда ты, допустим, нехватка питания для твоего мозга происходит, когда ты недостаточно жиров и белков употребляешь, то первое, что начинает делать твой мозг, искать альтернативные источники энергии. А самая быстрая энергия – это что? Сладкое. То, что под рукой бывает. Сахар, печеньки, тезы. Тебя тянут на сладкое. Да, да, да. А когда вот здесь начинаются у тебя скачки уже инсулина в крови, и вот ты сладкое поел, у тебя как бы взбодрился, энергия там вроде активная на час. Потом у тебя сахар в крови падает, начинает, и опять тухнешь, настроение падает, тебе хочется еще сахар, еще там что-то попробовать. Это как бы тебя загоняет в такую небольшую каблу. Ты через каждый час-два тебе хочется что-нибудь перекусить, короче. А вот эти перекусы, их надо максимально убирать. Либо правильными сделать, да? Либо правильными сделать, да. Правильные перекусы это? Ну, допустим, считаю, одним из лучших перекусов, я считаю, допустим, ягоды. А, набрал ягоды, сидишь. Да, да. Ну, возьми там 150 грамм, 200 грамм ягод, там купил. Там же их можно и без ограничения кушать. Да, у них очень низкая калорийность, там, в 100 граммах ягод, грубо говоря, 50 калорий. Ты от них там не так поправляешь их, чтобы поправляться, их надо в натуре килограммами там кушать. Ведрами, да? Да, ведрами. И они повышают, укрепляют иммунную систему ягоды. Они дают тебе, там, у них и белки, и жиры, и углеводы, все содержится. Да, 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 полезные, полезные. Я считаю, чем даже фрукты, я считаю, ягоды намного полезнее, там, голубика, малина, клубника, там, разницы нету. И вот одним из таких хороших перекусов, я считаю, вот это. И она как бы, как семечки, да, хорошо живется. Да, 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 легко идет. И настроение поднимается, да. Есть такое утверждение, по-моему, даже у тебя я его слышал, спорт калечит, физкультура лечит, да? Да. Ты работаешь в школе, у тебя есть куча учеников, но при этом ты сторонник другого метода, что физкультура должна быть, а не спорт. Вот здесь понимание должно быть у человека, для чего он пришел в спорт. Вот как ты говорил, человек, когда хочет стать чемпионом, он должен понимать, что он чем-то жертвует. Правильно же? Угу. Когда ты хочешь стать профессиональным спортсменом, ты должен понимать, что ты жертвуешь своим здоровьем. Это уже зависит от тебя, насколько ты будешь вовлечен, насколько ты будешь впахивать, насколько ты будешь правильно тренироваться, насколько ты будешь правильно соблюдать режим И как бы, знаешь, еще есть фактор, да, там, ты, мы как говорят, мы предполагаем, а всевышний раз полагает, да, ты не застрахован от травмы У тебя может случиться в любой момент тяжелая травма, которая заставит тебя завязать со спортом А я вот сейчас не знаю ни одного спортсмена, без травм, чтобы было Не бывает, их не существует, профессиональные спортсмены все с травмами, у всех все там наперекосяк, все болит, все растянутого Вопрос, Мурат, вот с этими травмами, спортсмен как с грыжей вообще спортом занимается? Вот так занимается, просто закачивает грыжу и тренируется дальше В смысле закачивает? Ну, вот допустим, шейная грыжа, да, ходит, он такой больной, он делает лечение, расслабляет мышцы там все, кровообращение налаживает А потом сидит целыми днями шею закачивает по полгода Да, либо там оперирует эту грыжу, дальше закачивает шею, чтобы она держала эту грыжу, чтобы у него там дальше не ушла И дальше тренируется Фаистичная позвоночная грыжа То же самое делают операции, на спину делают операции, либо закачивает постоянно 20 Вот ты каждую тренингку приходишь, у тебя начинается с закачки спины, закачиваешь спину и дальше тренируешься и держал Это все с этим борются, с этим живут, и вот там, если ты профессиональный спортсмен, ты должен понимать, чем ты жертвуешь, ради чего ты жертвуешь и так далее Потому что, ну, не бывает профессионального спортсмена без травм Да, мениски все эти, вывихи, невывихи У меня на теле, допустим, все, что можно поломать, мне кажется, я уже себе поломал, любую сустав уже Смотрю на твой палец Он у меня такой, мне говорит, оперировать будешь, а я не хочу под нож ложиться, для чего мне сейчас вот ложиться под нож, короче, и с гипсом ходить, там, восстанавливать этот палец, он как бы, ну, двигается Полгода восстанавливаться будет минимум Конечно же, я не хочу с гипсом ходить, не хочу под наркоз ложиться и так далее, я, как бы, пока работает, работает Когда молодые были, нам когда говорил, тренер, ну, я на гимнастику ходил долгое время, и тренер вот эту же вещь говорил Что у нас было, смотри, перед тренировкой, гимнастика считается тоже один из самых травмоопасных И тренер нам тогда был этот, как это назывался, гель, фастум гель Мы мазали сюда тонко-тонко, потом сверху одевали на пульсники или там бинты, чтобы сустав сразу прогревался У нас в гимнастике самый травмоопасный, это кисть была Но потом я стал замечать, что я без него уже не могу, без этого геля Он прогревал, хорошо, но уже в привычку вошло А тренер на третий месяц сказал, все, уже не делай То есть, когда ты только приходишь в зал, гимнастика, если ты с детства не начал У тебя суставы, мышцы еще не готовы к этим новым нагрузкам И он давал, чтобы сустав был уже прогрет, он говорил, мажьте, потом бинтами, то и все Но у тебя уже через три месяца готовы бывает примерно сустав выдерживать твой вес И тогда он же говорит, убирайте Я помню, ноги, тяжело им было отходить Но у нас с моим другом быстро это получилось Мы просто тупо отказались от этого И чуть с болями, но прошли этот этап Многие, я знаю, годами еще после этого делали Поэтому я вот сегодня не знаю, если профессионально занимаешься Какой-то из видов спорта, который не травмоопасно Да, но при этом, если хороший тренер, если он очень хорошо понимает И не просто учеников и методику, а конкретно вот каждого ученика он чувствует И он так-так-так, тебе здесь нельзя У нас такой тренер был, покойный же Камиль Магенович, он мастер спорта еще советских времен В педе мы занимались Он, я помню, Марат одним из... Бывает же, на каждом районе бывает там турникмен Который там солнце, в первых всех научился И он, я могу там, я солнце могу там Все, говорит, понятно, все умеешь, говорит, давай, говорит Потом, да? Да, и вот он... Первая вещь, которую нас научил, это страховка Максимальная страховка, потому что Не так полетел, шею свернул, ключица Вот Марата в итоге, ключица ушла отсюда Он слишком в азарт входил иногда И прямо у него на выступлении Ключица выскочила До конца жизни она вот так делала Играла у него Все, ожидаюсь, один осушен уже Сейчас уже есть операции, которые делают Но там очень тяжело, очень долгое восстановление И вот какой бы сустав ты не прооперировал Такой, как был, он уже не будет Ну да, в любом случае, он уже свое там Там же все эти сухожилия, там куча всего, которые держат Уже как был, уже не будет у тебя там Да, вот я колено прооперировал Вроде все нормально, вроде там И побегать могу, могу там И в футбол поиграть, и то, и это Но бывает, и просто я могу присесть, короче Я чувствую, что у меня стреляют Она знаешь, как выскакивает и заходит обратно Просто на ровном месте Ну а что ты посоветуюшь как альтернативу? Чему? Спорту В любом случае, смотри, у нас сейчас Что можно посоветовать? Я вес, к примеру, набрал Последние годы, потому что Сидячая работа, я же говорю, мы в основном Большую часть дня проводим за компьютером И мне некомфортно с моим весом быть Мне приходится рано утром приходить на тренировки После этого чуть вялый приходишь на работу Потому что по-другому Ну вот такой режим у меня стал Мне хотелось бы какую-то альтернативу Я знаю, просто если я утренние тренировки оставлю, все Я Нет, здесь как раз таки не нужна альтернатива Нужна физкультура Которая тебе помогает в тонусе быть Которая помогает тебе поддерживать свой организм Которая помогает тебе физически крепким быть Да, физкультуру Если ты занимаешься для себя Просто понимание Я, допустим, очень много знаю в Дагестане ребят Которые вот нигде не выступают Да, просто можно сказать, да, для себя ходят в зал Ну, почему-то Грубо, ну, начинают, блин, я не знаю Всевозможные препараты, там, колоть Жизнь, уходит туда с головой Я не знаю, для чего Зачем, да? Зачем, да? Зачем? Если, да, для чего Ты свой гормональный фон убиваешь, свое здоровье убиваешь Они не понимают Никакой экспертивной Ничего не бывает, короче И начинают там, я не знаю Ну, если ты не выступаешь, для себя занимаешься Занимайся для себя Здоровый образ Вместо того, чтобы правильно ложиться спать Правильно питаться Они все это хотят обойти, короче И сделать, там, укол делать, короче И чтобы у тебя вот эта... Сыворотка счастья Да, да, сыворотка счастья такой таблетки не существует и вот это делаешь укол она тебе потом боком позже выйдет она все равно боком если ты для себя занимаешься то альтернативы спорта нет у тебя и дофамин повышается и там я не знаю кровообращение улучшается и иммунитет укрепляется главное соблюдать следить за своим режимом следить за питанием и стренироваться свое удовольствие не загонять себя не умирать там залежи с ней как это бывает зайдут золотом становую там 300 килограмм там отгрудить 250 килограмм там и потом суставы летят это летит то летит позвоночник летит колено летит если ты пришел зал свое удовольствие тренируйся зачем вот это уже перегибать планку помним и когда уже тренировать начали гимнастику к нам дети пришли и старший тренер он говорит сулеман и горит их обманываем для горчим мы горит им надежду даем федерация в то время гимнастики крайне слабая была в дагестане и в россии то серьезно лучшая школа в мире гимнастики российского но в дагестане не раз это было как раз к вопросу волейболе до который тебя часто напоминают если нога вот мы сейчас ребенку это понравится ну вот захочет чего-то достичь там стать каким-то чемпионом но чтобы стать чемпионом ему придется переезжать краснодар самым минимумом это ставрополь сегодня это положение в гимнастике я замечаю лучше в дагестане но мне кажется мы их обманываем мы даем надежды которые для них неизбыточные имеющие для для спортсменов нету перспективы дальше зарабатывать т.к. то есть он 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 должен участие он должен фактически дальше тренинг тренером работ works до либо он чемпион у которого все есть либо он тренерской карьеру продолжает либо он будет человек странным смотрель ну во первых я сторонник того что любой человек должен спортом заниматься это уже когда в возрасте ты занимаешься для себя когда молодой я считаю ты должен ходить спортом ты должен заниматься спортом это вырабатывает дисциплину, это вырабатывает характер, это и детям не нужно, дети все равно не поймут. Ты станешь чемпионом, у тебя будут травмы, ты ему будешь объяснять. Он все равно же это не понимает. Он просто должен ходить в зал. Когда вырастет и более сознательнее он будет, он будет понимать, что он хочет заниматься, не хочет тренироваться, но он должен ходить в зал, он должен вырабатывать свой характер, он должен вырабатывать дисциплину. Поехал на сборы, ты от своей мамы там оторвался, как вот, допустим, мы летом проводили сборы там с детьми, да, там, вот там у нас там 40-50 детей, да, и ты понимаешь, вот ты смотришь на детей, насколько они разные, один вообще самостоятельный, туда приехал, короче, уже там всех в лагере узнал, кого узнал там, с этими на ноге, с теми на ноге, у тех что-то забрал, у этих что-то взял, с теми побазарил, подрался, а другой приходит сидеть на ступеньках, короче, и каждые 10 минут маме звонит, совсем разный, плачет, короче, вообще разный, он подходит тренер, можно я через 3 дня уеду, можно я через неделю уеду, а можно я через 2 дня уеду, он сидит, короче, и ты понимаешь, что вот этому ребенку, ему просто необходимо от своей мамы оторваться, находиться в спортзале, находиться с ребятами, уехать куда-то на сборы, чтобы он стал самостоятельным, а то он так и вырастет на вот этих маминых харчах, и он ничего не может, как бы бесхоребетный будет, да, бесхоребетный. Слишком привязанный будет к своей маме. Слишком, да, привязанный к маме жить, поэтому все дети должны заниматься, а там вот то, что ты, как ты говоришь, обманываешь или не обманываешь, вот сейчас, допустим, бум в Дагестане футбола, да, вот эти все лиги появились, там множество лиг, каждый там районная лига, такая лига, братская футбольная лига, ЛФЛ, ЛФМ, вот тогда сюда, туда-сюда, но как таковой серьезной школы по футболу в Дагестане нету. Уже нету. Уже. Маркадовская школа была? Ну, как таковой, да, есть тренера сейчас, тренируют, но чтобы вот какой-то в Дагестане вырос футболист, стал там в профессиональном каком-то клубе играет, и тогда, это же такая редкость. У человека, взрослого человека, у него понимание должно быть, вот сына отдаешь ты спорт даже, ты должен понимать, что 99,9% спортсменов ничего не добиваются в жизни. Но спортзал, да, спортзал тебя закаляет, он делает тебя спортсменом, и еще есть большая проблема, ты должен знать, куда ты отдаешь своего ребенка. Есть ли у него будущее, вот нет спортзалов? У него в данный момент я имею в виду именно тренеров, потому что у нас очень много, как бы это ни было, обидно говорить, может быть, какие-то тренера обидятся или что-то скажут, но я говорю, я не за всех говорю, у нас очень много тренеров неквалифицированных, которые не знают физиологию, не знают там, нету какого-то индивидуального подхода к детям, да, когда там один ребенок приходит, он вообще другой, да, другой ребенок приходит, он вообще разный. Их нужно по-разному тренировать Разный подход к детям нужен А бывает там школа у нас там жесткая дисциплина Ломают детей там Вот нет, ты будешь вот так делать Его какой-то, знаешь, самородок У которого своя там техника Его ломают, короче Ты будешь именно вот так делать Под систему загоняют Тренера не знают физиологию Перегружают детей Калечат детей на самом деле Пока он совсем маленький Ты можешь отдать там Где дети там возятся Когда ребенок растет уже в определенном возрасте Когда тренер не знает физиологию человека Когда тренер не знает Когда нужно его нагружать Когда ему нужно отдыхать Как он должен восстанавливаться И так далее У детей начинаются травмы Приезжают позвоночники и так далее Приезжают там, я не знаю Грыжи, переломы Дети уже, да? Да, у детей, да Там когда его там У него, знаешь, переходный возраст Когда организм растет И должен вытягиваться Там позвоночник у него растет И раз ему там вообще Какие-то нереальные нагрузки Использование на позвоночник дает И все это червета грыжи Болезнями позвоночника И все Твой ребенок приезжает, он уже не хочет заниматься. Он просыпается с болями в спине и целый день с болями в спине. Он уже об этом спорте не думает, и нафиг ему этот спорт не сдался. Ломают, да? Отвращение у ребенка становится от спорта. Да, и у родителей бывают, которые не понимают этого. Когда ребенок, я сталкивался с родителями, которые ребенку 6-7 лет, он заставляет пахать, убивает его на тренировке 8-9 лет, маленький ребенок. Его надо оставить, чтобы ходил в спортзал, игрался, чтобы любовь к спортзалу появлялась, чтобы у него там желание появлялось тренироваться. А его там 6-7 лет гоняют, загоняют, загоняют, на всех соревнованиях подряд борются, уступают там, что-то делают. И там раз ему 15, 16, 17 лет, он уже ветеран, весь переломанный, как у взрослого дяденьки, у него какое-то тело такое же, кривое, косое. Он уже надоел, ему этот спорт, уже 12-13 лет в спортзале он провел, он хочет завязать с этим спортом. Когда он только должен начать выступать. Я вот говорил на другом, у себя выставлял ролик, допустим, та же вольная борьба, да? До 17 лет чемпионата Европы ты выиграешь, тебе даже мастера спорта звания не дают. Почему? Потому что мастера спорта звания присуждается после 18 лет. Совершенно, да? Ты Европу выиграл здесь, через полгода тебя забыли, ты даже, твое имя даже не помнят. Выиграл Европу, ну красавчик выиграл когда-то среди детей. И там по молодежи у тебя уже результатов нет. Он говорит, да, он там по юношам еще нормально боролся, а сейчас уже, короче, от него ничего не осталось. Это возраст, когда должны у тебя результаты начаться? А вот эти детские результаты, они никому не сдались. Да, да, миллион этих грамот бывает. Да, да, миллион грамот. А если ты выиграл, например, чемпионат в 17 лет, когда тебе в 18 лет стало, тебе не дадут, да, все равно? Или ты в 18 лет должен выполнять норматив мастера спорта? Ну, а что ты предлагаешь детям в маленьком возрасте? Какой вид спорта предпочтительный? Нужно все развивающее. Во-первых, должен быть тренер грамотный, который грамотно тренирует детей, который дает у детей должно быть... Первое, выносливость, физические кондиции, да, там, я не знаю, много работать над подвижностью детей, над гибкостью детей, над, там, интеллектуальным развиванием... Нет, гимнастика нет. Гимнастика это то, что, не знаю, на мой взгляд, это калечит, когда тебя насильно растягивает. Это его тело, ты захайваешь. Не, можно на гимнастику, но, опять же, я говорю, понимание должно быть, когда ты тренеру отдаешь, который тренер не покалечит твоего ребенка. Кстати, гимнасты тоже калечит. Взрослый, взрослый. Спортивная гимнастика отличается от общей гимнастики? Да, общая гимнастика, да, хорошо, плавание, там, футбол тот же, я не знаю, тэквондо, каратэ, такие виды спорта, которые, там, допустим, тот же тэквондо, там, ребенок пришел, кимоно одел, там, ногами машет, кия, кия, там, кручи, там, радость, да? Я 25 раз, 25 лет провел в спортзале, и я столько видел ребят, которые по юношам, просто невероятные, там, ты приходишь в спортзал, я по вольной тоже выступал, приходишь в зал, и, там, и он тут, там, трехкратный чемпион России, короче, среди детей, там, или, там, пятикратный чемпион России по юношам, то есть, ты приходишь, они все во взрослой борьбе сломались. Каким образом? Ну, просто нет результата, они просто высохли, перегорели, сгорели, завязали, все, короче, никакие результаты, просто, он по юношам все подряд выигрывал, по взрослым переходит, короче, и просто проигрывает, начинает, просто, да. Вот, Мураджис, да, с твоим братом, который работал вместе, посмотрю, он до 18 лет, ну, он чуть даже позднее, шести или семикратный чемпион России по боксу был, о коем мы думали, что... До 18-ти? Да, до 18-ти, а дальше ему само перестало интересно быть, он так увлекался, так, боже, на каждый чемпионат готовился, и у него шло это, представляю, 6-7 раз чемпионом России стать по боксу, это нормальный результат был, ну, в итоге, мы сегодня его не знаем, как... Как спортсмен, да. Знаем, как бизнесмен. Эти детские результаты, их никто не помнит, не запоминает, вообще, у нас просто бывает, там, иногда из-за соревнований проиграл, начинает морально гасить, там, своего ребенка, то есть, да, вообще, по барабану, выиграл, проиграл, вышел туда, если поборолся, все, что мог сделать, сделал, красавчик, выиграл, молодец, проиграл, еще лучше, еще больше, молодец. Ну, смотри, брат, шарецкое такое правило есть, когда ты что-то запрещаешь, ты должен предложить, где, допустим, шагада, ля-ля, илла-лах, да, нет достойных поклонений божеств, кроме Аллаха, сразу идет, вот мы сперва отрицаем, и сразу же предлагаем, а вот Аллах, которому нужно поклоняться. Вот если мы сейчас говорим о том, что у ребенка должна быть дисциплина, и не должно быть телефона, и не должно быть, что, чем заменить? Вот сейчас крайне тяжело будет взять ребенка и телефон отнять, сказать, все, строго. Есть у тебя какой-нибудь совет, такой лайфхак, чем можно заменить? Замените кнопочным телефоном. Не-не, я не просто телефон, понятно, я хочу, чтобы... Это один из вариантов заменить кнопочный телефон, чтобы у ребенка не было сенсорного телефона и не было доступа в интернет. Ну, вообще никогда? Вообще, да зачем это ребенку нужно? Это мы пока ребенок, пока ребенок, и... Да, ребенку зачем это нужно будет? Да, блин, я не знаю, если брать тоже девочку, да, девочку брать, сейчас куча хейтеров нападет, брать девочку, да. На самом деле, до замужества зачем ей сенсорный телефон? Ну, здесь как бы две стороны у вопроса, да. Я сторонник прогресса, и я думаю, ты тоже сторонник прогресса, но сегодня прогресс неразрывно связан. Если, допустим, деятельность твоего ребенка связана с каким-то прогрессом, с чем-то, я не знаю, к примеру, да, я знаю там истории, когда молодые девушки, там, 18 лет, они стали серьезными специалистами, там, по фотографии, по СММу, и там, хорошо зарабатывать начали на этом, да, но ты должен контролировать свое ребенка, ты должен знать, что в телефоне у твоего ребенка происходит. Твой телефон, твой телефон твоего ребенка должен быть 24 на 7 у тебя под контролем. Допустим, к примеру, ты создал, вот этот, как его назвать, ID, там, iCloud, да, ребенку создал, и поставил запрет, без твоего пальца, там, без твоего разрешения ни одно приложение туда не может быть скачано. Ага, там Face ID, там, приходит, там, пап, посмотри, да, да, все это понимаешь, что там. Да, пароль поставил, который не знает твой ребенок, без твоего разрешения ребенок не может туда скачать что-то, что-то сделать и так далее. Поставить ограничения, периодически просто брать нежданчиком, взять телефон же, ты залез и посмотрел, ты имеешь право, твой ребенок, ты должен знать, где твой ребенок сидит, с кем общается, ты, на самом деле, я сторонник того, что ты, даже в плане, круг общения для ребенка ты должен подбирать, это не вот так, короче, вот с ним не общается, с этим общаться. Не тирания, да. Да, не тирания, да, допустим, разница же есть, ты ребенка отдашь, я не знаю, на танцы отдашь, или ты ребенка там в мечеть на Коран отправишь, чтобы он Коран учился читать. У него же окружение разное будет. Да. Правильно? Ты контролируешь своего ребенка в этих вещах. Если ты там, допустим, ты знаешь, ты дружишь с семьями, да, с кем-то, и ты знаешь, какой у него ребенок, какое им воспитание родители дают. И обратная, другая сторона есть. Если ты с этим ребенком его знакомишь, ты знаешь, что у них общие интересы будут, общие понятия будут и так далее, и так далее. И ты знакомишь там с другим ребенком, ты знаешь, какие у них понятия и интересы будут. Ты вот в этом плане, я говорю, должен выбирать окружение детей. Адумана, по интервью, когда он смотрел, я смотрел, для Х эгипа я выбирал детей, он говорит. Когда там говорил, у тебя цель какая-то, ты хочешь стать чемпионом? Да. Вот это человек тебе не друг. Он говорит, Хабиб, я говорю, почему не друг? Я قال, брал, сади сюда, ручку брал, тетрадь. Вот ты тренируешься, утром встаешь, он тренируется. Да, нет, галочку. Ты хочешь стать чемпионом? Он хочет? Нет, да, нет, галочку. И все, больше крестиков, чем галочек, короче. Он говорит, эй, он тебе не друг. Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен выбирать себе правильное окружение. Это метод, знаешь кого, Дейла Карнеги, был один такой психолог. Да, я читал книгу. Читал, да, вот у него был момент, он написывает в одном лекционном зале, в одной гостинице он лекционный зал арендовал каждый год и там проводил свои лекции. К нему на лекции приезжали, естественно, там бизнесмены, политики, там серьезные люди. И один год директор отеля решил не с ним контракт заключать, а с группой, которая там дискотеки хотела устраивать. И они предлагали за аренду больше денег. Он говорит, вот в нашем случае, как, я же каждый год у вас там пришел бы ругаться, говорит, а я, говорит, плюсы и минусы написал. И пришел к нему, так, давайте, говорит, поговорим. Смотрите, большим плюсом является то, что они вам платят больше. Да, вы как бизнесмен хотите больше денег. Но минусом служит то, что здесь будет музыка, не всем постояльцам это понравится, потому что будет мешать им. У вас будут постоянно какие-нибудь пьяные дебоши, может быть. Ну, там, короче, все минусы сказал. Плюсы, которые от меня идут. Ко мне приезжают на лекции политики, бизнесмены, там какие-то успешные люди. И они захотят остаться где-нибудь поближе к лекционному залу. И, скорее всего, они в вашей гостинице будут намеробрать. В следующий раз, когда они будут в этот город приезжать без моих лекций, они, скорее всего, приедут в знакомый для них отель. И я, и ты так делаем обычно. Вот в Анкару я ехал два раза с тобой. В один и тот же отель мы заселялись. В том же отеле мы заселялись, потому что мы уже его знаем. Оттуда как проехать по нужным нам местам, знаем. И это, он говорит, плюсом было. Потом он поставил плюсы под тем, что у меня этот народ, моя клиентура спокойные и состоятельные люди. То есть он там столько плюсов сказал, тот сидит, думает так, вот фактически деньги, вот сейчас там на пять тысяч долларов больше. А вот будущие деньги, да, инвестиции в будущее, они намного серьезнее, чем то, что мне предлагают дискотек. То есть это метод, когда ты со своим ребенком тоже можешь разговаривать методом плюсов-минусов, а не строгим запретом. Вот так, вот я сказал, и мой авторитет должен быть... Необъясняемая причина. Да, когда это поломается, когда твой сын захочет окрылиться. Вот эта вещь всегда происходит. Проблема отцов и детей, она будет. Когда он уже будет там с 14 до 20 лет, когда он считает себя, я тоже могу. Отец уже не во всем разбирается, в некоторых вещах он не разбирается. И вот тут, когда твой авторитет будет подрываться, а он будет подрываться, это как бы... Никто не избегает этого. Вот тогда... А ты знаешь, что делать, чтобы не подрывался авторитет? А? Как нужно делать? Это большая ошибка родителей. Когда они детям ставят запрет, да, вот это нельзя, то нельзя, то нельзя, это нельзя, вот это можно, то нельзя. И не объясняет почему. Почему? Когда ты объясняешь ребенку почему, то если ребенок понимает, осознает, ты объясняешь ребенку постепенно, постепенно, то у него не будет к тебе вот этого, знаешь, вот ты мне запретил, как бывает в основном у детей, да, где вот в этом возрасте, когда чего-то хочется, там ему ограничения ставишь, там думаешь, вот он самый нехороший, там родители у меня здесь. Так же бывает у всех детей, да. А когда ты ребенку объясняешь, почему так, почему это, почему то, то у ребенка уже совсем другое будет отношение. И еще нужно привязывать запрет с тем, что Всевышний Аллах видит, Всевышний Аллах запрещает и так далее, потому что ты сегодня рядом с ним, а тебя завтра нету, мать рядом, и все, он уже мать не боится, уже он, мать, начинает ослушаться и так далее, потому что тебя нет рядом, ты уже не накажешься, ты уже не будешь контролировать. Здесь есть еще этот момент, то, что когда ты знаешь, запрет есть Всевышнего, Всевышний Аллах даже на это, это одна сторона, а бывают вещи, в которых нет запрета в религии. Да, допустим, ребенок, к примеру, я там, я не знаю, молодой, 13-14 лет, ему отец говорит, все, в 8 вечера ты должен быть дома, после 8 вечера не приходи домой, да. Ну почему, вот мои друзья до 10 вечера на улице бывают. Тут же нет как бы запретов Всевышнего Аллаха до 10 вечера. Но это уже связано с дисциплиной даже. Тоже с дисциплиной, и ты должен объяснять ребенку, да, и вот так ночью в это время ничего хорошего на улице не бывает, все преступления, там, допустим, какую-нибудь статистику привести, там, не знаю, от полицейских, там, да, статистику привести, что там большинство преступлений в это время происходит. В это время там самые нехорошие дела, преступления, там, туда-сюда, все объяснить ребенку, и в это время ничего хорошего на улице не бывает. Какие продукты ты вот исключил бы на 100% из своего рациона и посоветовал бы это нашим зрителям? Номер один – сахар. В любом виде или? В любом виде. Сахар – это вообще синтетический продукт, который буквально там в мире появился там 200 лет назад, да. Его до этого вообще не существовало. С появлением сахара появились все вот эти болезни, сахарный диабет, больше рака начал распространяться по земле, и вот это ожирение, болезнь пошла, это все с появлением сахара появилось. Вот эта зависимость сахарная, это просто кошмар, тяжело с ней бороться. Потому что сейчас, если взять даже супермаркеты, даже супермаркет взять и убрать оттуда сахар содержащие продукты, просто, я не знаю, 80 с лишним процентов продуктов убрать в супермаркетах. Просто даже и на продуктах, в которых написано там, да, этих, здоровое питание и так далее, они просто огромное количество сахара у них содержится. То есть это кола, которая без сахара? Да, нет, это кошмар, да. Сахарозаменитель это получается? Еще что угол? Есть сахарозаменитель, хороший там, стевия, допустим. Да, стевия, да. Вот, допустим, есть шоколадки, сейчас появились там в России, продают. Там написано стевия, чисто высокое содержание какао и стевия. И на вкус пробуешь, она как бы ничем не уступает этому сахару. А это растение, трава, да. Натуральное стевия, короче, это хороший заменитель сахара. Какой еще продукт убрал бы ты 100%? Белая мука, это номер два. Все мучные продукты могут... То, что содержит муку, особенно, наверное, вредно, когда бывает мука с сахаром, как бывают там торты, тесто там, тесто, сахар, сверху крем, сверху еще тесто, сверху еще это, пончики. Вот это все. Ну, когда ты, там, я не знаю, раз в две недели пошел пончик с кофе попил, да, это ничего страшного, но когда ты раз в неделю попил там пончик с кофе, но когда ты, у тебя это в режим входит, как, допустим... Каждый день. Да, каждый день, там, студент приходит возле университета, там, где-нибудь стоит, да, и он каждый день утром пончик кофе, пончик кофе, пончик кофе, короче, это все уже, ты загоняешь себя в эту яму. Ну, правда, вот этот сахар, с сахаром, то, что связано, оно как наркотик стало. Это есть наркотик, на самом деле. И как от него отказаться? Какая-то замена должна же быть, да, на первое время хотя бы. В особенности детей, да, то, что касается. Сахар. С ними же вообще тяжело бороться. Именно сахар. Сухофрукты, сухофрукты, ягоды. Ну, фруктоза, она тоже вредна. Ну, это естественный. Фруктоза. Посластитель, да. Фруктоза, да, в больших дозировках, она тоже вредна. Ты, как бы, переходишь на фрукт... Ну, допустим, простой эксперимент, да, когда бывает дома тарелка с яблоками стоит, и у тебя много сахара, там конфеты, печенье, дети кушают, они эти яблоки вообще не едят. У них вот так в тарелке лежат, и не портится. А убери сахар из дома, дети эти фрукты разнесут просто в тарелку яблок. У меня вот так. Да, да. У меня конфет нет. У меня только когда моя любимая теща приезжает, она знает, что у меня слабость к одной конфете, шоколадной, известной фирмы Хачагари. Я рад, ну, я понимаю, что сейчас... Дай угадаю. А ну, давай. Нива. Нива. Я неровно дышу к этой конфете, и теща это знает, она мне с сумками привозит. Хорошо, хоть за, знаешь, за две недели это все убивается. Ты не один такой, как у каждой конфеты слабости. Я много людей знаю, которые просто с этой конфеты с ума сходят. Да, да, если один стакан чая, я обычно пью там, ну, если любая другая конфета будет одна, или там с одним сахаром, то здесь там 4-5 бывает, и я уже домашним говорю, я говорю, просто не ставь, говорю, передо мной, я не могу. Есть некоторые блюда, перед которыми я остановиться не могу, у меня тормоза нету. Это, к примеру, ну, лакский хинкал, наш, когда делают, он бывает с сушеным мясом, с колбасой, или с курицей. Вот именно с курицей он заходит, и я на курицу остановиться не могу. Я просто кушаю, я уже домашним говорю, убери, говорю, я не могу остановиться. Вроде бы живот уже вот такой, а глаза еще хотят. И вот с Нивой конфетами, она вот две ставит, больше не дам. Понимаешь, ты такими глазами, как это, Нива, ну давай еще одну. Я понимаю, что это уже как наркозависимость у человека, и ее нужно чем-то менять, вот так вот сразу оторваться от сладкого, там, или от мучного. Крайне сложно будет. Я, вот ты, как диетолог, какие посоветуешь заменители? Вот мы сейчас знаем, что ты предлагаешь сухофрукты, там, наверное, финики тоже, да, входит? Финики, да, но если говорить, знаешь, о лишнем весе, когда человеку склонен к полноте, и полнота есть, и так далее, то финиками нужно быть аккуратнее, и не борщить их, потому что они калорийные, да, и много фиников ешь. Если ты хочешь похудеть, то ты не похудеешь. Как, допустим, бывает на Рамадан, многие же люди худеют, там, и так далее, и так далее. Я, допустим, ну, раньше, да, по незнанию своему я брал, много очень фиников кушал на Рамадан. Ифтар, ифтар? Да, я тренировался два раза в день в Рамадан. Тренировался перед ифтаром и ночью, после таравиха, и тренировался, и кушал, там, ну, можно сказать, максимум два раза, там, на сухуру, на ифтар поешь. И я не худел вообще никогда за Рамадан, я даже 500 грамм не скидывал. Сейчас понимаю, причина в том, что я много фиников кушал. Надо финики чуть ограничить, если ты хочешь похудеть. Если у тебя нету проблем с лишним весом, то можно финики, там, ягоды, очень помогают. Когда ломки бывают по газировкам, у многих людей есть, они не могут отказаться от газировки. Очень сильно заменяет минеральная вода газирована. Она сбивает ломки по сахару тоже. Даже когда вот тяга есть, что-то сладкое хочется, просто возьмите, попробуйте минералку попить. Она забивает вот эти ломки по сахару. Особенно с ричалсу, да? Ричалсу, там, я не знаю, ясинтуки, любая, да, минералка. Да, да. Ясинтуки-то чуть, такая соленая вода немножко. Ну, она четверка, 17-17. 17-17 соленая, четверка нормальная, да. Но это считается самый лучший этот для шашлыков маринад. Ага. Новый добавленный. У каждого свой там маринад бывает. Кто-то киви там делает, а все эти чипсы, это... Потому что, знаешь, Мурат, все говорят, они вредны, одни они вредны, но мало кто конкретно рассказывает. Вот, допустим, сахар, почему он вредный? Я от одного услышал спортсмена, он этот пауэрлифтер, и он мне говорит, что сахар, его процесс, как этот, переваривание, не переваривание, а этот, усвоение, разложение, там до пяти минут, если ты в это время, говорит, ничего не сделаешь, и из крови, этот, митохондрии, никуда не прогонишь, то все, она тебе сразу идет, говорит, жир. То есть там... Жир превращается, да? Да, жир, он сходу оседает в виде жира. Почему? У тебя, чтобы сахар усвоить, как работает организм, он начинает вырабатывать организм, инсулин начинает вырабатывать, который усваивает этот сахар, и сахар начинает поступать в кровь, инсулин его усваивает, и разгоняет по клеткам, и когда твой организм насытился сахарами, сигнал в мозг поступает, все, короче, инсулин перестает этот вырабатываться, перестает усваивать сахар, а остатки сахара, которые поступили в организм, они начинают оседать на стенках печени, твоя печень обрастает жиром, потом другие внутренние органы жиром обрастают, и как появляется вот этот сахарный диабет, зависимость, она как один из первых признаков, когда у тебя как ободок появляется, желудок, бока, живот, это первое, что у тебя появляется, потому что от печени 흙и начинает распространяться по животу, и последнее, что это уходит, когда ты худеешь, как обычно я говорю, я на диете сижу, лицо похудело, руки похудели, ноги похудели, а живот остался, это последнее, что у тебя уходит. Да, 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 это самый экстремальный запас энергии в организме. Да, 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 и сахар, допустим, он очень сильно влияет на организм человека, он, вплоть до того, что он убивает иммунную систему, Он убивает гормональный фон человека, он понижает тестостерон мужчины. Тестостерон – это гормон, который влияет на все мужские качества, на все мужские показатели, на мужественность влияет. И когда ты много сахара, много углеводов употребляешь, твой тестостерон просто падает на дно. Если ты научишься бороться с сахаром, то твой организм, вплоть до того, что твой организм высыпается лучше, когда ты сахар не употребляешь. К примеру, если твой организм привык высыпаться за 10 часов, тебе нужно поспать, чтобы ты высыпался чуть-чуть, в себя пришел, то ты за 6-7 часов будешь высыпаться еще лучше. Настолько прогресс? Да. Ты сейчас отказался от сахара полностью? Полностью у меня самого, я не иногда грешу с сахаром, но я стараюсь себя контролировать. Я понимаю, что, допустим, вот сейчас мы сидели, там чай пили, видел пирожник, я ее кусочек отломал, потом Шарухану сказал, нам покушай ему одолжить. Соблазмол себе. Мне интересно было попробовать, она так аппетитно выглядела, я кусочек попробовал, уже понял, и вкус все, я уже не хотел ее кушать. Как бы, понимаешь, иногда вот такие моменты бывают, иногда очень тяжело мне бывает себя контролировать, когда я в поездках был, в сафаре было. Очень тяжело контролировать, да, расслабляешься, потому что ты куда-то в кафе идешь, ты хочешь, знаешь, как расслабиться, поедешься. Тренировочный режим пропадает, да, 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 вот допустим, я, да, у тебя режим сна, там иногда где-то что-то нарушается, допустим, сейчас я в Стамбул прилетел, ну как не попробовать здесь фисташковую, бахлоусы, мороженое. У меня так получилось, до сюда приехал, быстро набрал, кипотрама 4-5 набрал. Я прилетел на 3-4 дня, ну, блин, ну чё ее не попробовать, хотя раз. Да-да-да, учаясь, по-любому себе позволю ее, да, там расслабиться, а так я стараюсь себя, вот допустим, кока-колу, вот эти вещи, я вообще не пью. То, что касается чипсов, вот этих вещей, почему они вредны? Вот все, что в этой фольге, в этих пачках содержится, вот то, что, я не знаю, вот эти рыбы, чипсы и так далее, и так далее, все, это все создает очень благоприятные условия для развития паразитов. Вот я общался с такой, врач была женщиной, я как бы попал к ней, я смотрю, я пришел к ее сыну там на массаж процедуры, я смотрю, у них дома там все в травах и так далее, и так далее, там какие-то травы, она консультирует каких-то людей за границей, я спрашиваю, что, и начал интересоваться, мне интересно стало. Она сама болела раком, у нее была третья степень рака, и она сама вылечила себя травами, диетами, питанием и так далее. Она сейчас людей консультирует по всему миру, по всему Дагестану, по всей России ездит, куда может быть травы, травы собирает, травы сушит, из них какие-то настойки делает, отвары делает, короче, людей вот так лечит, помогает. Она говорила о том, что 95-98% тех, кто заболевает раком, это паразитальная форма рака, которые они заработали своим неправильным образом жизни, неправильным питанием, неправильным этим, неправильным режимом, и так далее, и так далее. Вот эти оставшиеся малопроценты, это уже на гормональном уровне, когда у тебя уже там, да, да, на там, да, у тебя уже когда организма сбой прошел, и у тебя уже там, ну, короче, плохое состояние, да, не будем сейчас об этом. Вот этот, как его, футболист, да, Криштиану Роналду, помнишь, да, он на одной пресс-конференции Кока-Колу убрал, и такое заявление сделал, там, пейте воду, и после этого цена в акции... На 2 миллиарда, что ли, на 4 миллиарда, что ли, упали акции Кока-Колу? Акции упали, но я на него смотрю, его начальная карьера, у Криштиана, он был такой плачущий футболист, что сразу падал, там, попал он в этот Манчестер, и там Алекс Фергюсон, тренер тогда был, такой тоже, как дисциплина, у него все, у него много таких хороших футболистов получилось, он ему, видать, сказал, «Парень, если хочешь играть, хочешь достичь успехов, а у Криштиана были задатки, нужно быть вот таким». И он после этого за себя взялся, я смотрю, он сильно, разительно вырос и в мастерстве, и мы видим, да, как он за собой следит, постоянные тренировки, он тогда, помнишь, с Хабибом у него разговор был, смог бы ты в ММА чего-нибудь достичь, если бы занимался не футболом, а ММА, он говорит, «Ну, я, говорит, себя знаю, говорит, как я тренируюсь, скорее всего, я достиг бы успеха в ММА тоже, потому что я очень много внимания уделяю тренировкам, дисциплине, всему остальному». И вот этот его шаг, то, что он колу убрал, воду поставил, я считаю, что как один из таких серьезных показателей, несмотря на все контракты, которые есть у футбольных команд с этими Кока-Колами, Пепси, там, всем остальным, да, он вот эту вещь сделал, и, я думаю, стоит принимать советы, да, у таких людей, которые, достигли чего-то в спорте, и в этом создали. Ну, знаешь, очень, ну, кажется, Рональдо очень на высоком уровне, помимо тренировок, которых он делает, у него очень сильно процесс восстановления, в каждом доме, в котором он останавливается, у него целые комнаты бывают для восстановления, кривокамеры, там, вот и вакуумные всякие, там, мешки и так далее, он очень сильно за своим здоровьем следит, следит. Вот сейчас ему там сколько, 38 лет, да, он до сих пор играет на высоком уровне, в какой форме он находится, потому что он следит за своим телом, он следит за своим здоровьем. Точно так, просто вот сейчас, в который есть молодые спортсмены, очень сильно пренебрегают восстановлением, очень сильно пренебрегают сном, который так же восстанавливает твой организм, очень, всеми вот этими восстановительными процессами, очень сильно пренебрегают. Если ты хочешь стать профессиональным спортсменом, ты должен заботиться о своем теле Это молодой пока человек, я молодой был, я помню Я мог потренироваться два раза в день, всю ночь не поспать Потом на следующий день еще два раза в день потренироваться, короче И там бодрячком ходишь там и так далее А кожа с возрастом ты уже понимаешь 30-35 уже начинаешь понимать Какой 30? До 30 уже начинаешь сыпаться, организм начинает Ты спишь, короче, если ты не поспал, ты уже утром как овощ Не можешь потренироваться Если там витамины не попил, короче Я там до 18, до 20 лет витамины что такое не знал, короче Я когда там на сборы приехал, у ребят увидел супрадин Я думаю, ух, ничего себе, что это такое Мне 20 лет было, я приехал на сборы, там супрадин увидел Я думаю, что за нереальные витамины, думаю, там кто-то аминокислоты пьет Я даже не знал, что такое витамины Потому что молодой, ты не чувствуешь эти нагрузки Там тренируешься, организм останавливается и так далее С возрастом это питание, это вот твое все, что ты пренебрегал этими вещами Они, короче, выскакивают, одно за одним эти все болячки начинают выскакивать Ты покушал, ты пообедал и тебя вдруг на солнце Что не хватает? Д3 не хватает А, солнца мало, потому что уже много работы в офисе Там где-то, где-то, где-то не под солнцем Все, человеку уже нужно отдельно витаминчики принимать Вот здесь нужно за своим организмом следить Нужно сдать анализы, нужно посмотреть, чего у тебя не хватает в организме Ну, грубо говоря, надо следить за своим здоровьем И это, вот у меня есть такие, знаешь, автолюбители, грубо говоря Вот тебе машину дают, я смотрел одного человека, он высказывался Он так говорил, правильную речь сказал, я так процитирую Наверное, кто-то видел, скажет знакомые слова Машину дают и тебе говорят Вот эта машина тебе, вот тебе 20 лет даже, тебе дали машину И тебе говорят, вот эта машина у тебя будет до 60 лет До 65, до 70 лет Вот 50 лет у тебя вот эта машина будет И ты ее не поменяешь, у тебя не будет возможности ее поменять Ты же будешь следить за этой машиной Ухаживать, там, я не знаю, смотреть за ее, там, мотором, за ее коробкой И так далее, и так далее Тебе же тело же, это же твое тело, оно дороже, чем эта машина Но никто не следит за своим телом пренебрегают здоровьем, пренебрегают восстановлением, пренебрегают витаминами необходимыми и так далее, пренебрегают этим же питанием, что попало, кушают. Вот ты сейчас внизу кушал бургеры? Да. Ты знаешь, да, у них мука эта, кукурузная? Угу. Кукурузная мука как? Кукурузная мука – это та мука, которая не содержит глютен. Это один из заменителей вот этой белой муки. Белой муки. Когда я прихожу сейчас, когда меня приглашают на хинкалы и так далее, и так далее, уже в Дагестане по-любому невозможно ты оказываешься в этих ситуациях, тебя пригласили на хинкалы, я ем кукурузный хинкал. Если не бывает кукурузный хинкал, я стараюсь акцент делать на мясо, на салаты, на то, на это. На мясо тоже сделаю. Пару, парочку белых там покушаю, но я стараюсь их ограничить не есть. Когда там бывают кукурузные хинкалы, я вообще не ем белый, допустим, отказывался. Тут сила воли нужна такая серьезная, да? Вот это дело опять привычки. Когда вот у многих неправильное понимание ситуации, что диета это какие-то жесткие ограничения. Загоняешь себя в рамки, ты должен себя ограничивать, ты должен там находиться в стрессе. Очень страшно выглядит. Да, вот должен находиться в стрессе. Вот это неправильное понимание вопроса. Когда ты работаешь над своим организмом, когда ты работаешь над своим поведением, над тем, что ты ешь даже, у тебя это, через некоторое время у тебя это входит в привычку, это становится твоим образом жизни, это становится твоей нормой. Это уже для тебя не бывает как бы за ограничениями и так далее. Когда ты приходишь, допустим, у тебя на столе стоят фрукты и пирожные, да? Ты взял фрукты и поел. Для тебя это нормой становится. И через некоторое время ты приходишь, тебе не хочется это пирожное. Для тебя уже норма это яблоко взять и покушать. Поэтому у людей неправильное понимание, неправильная оценка вот этой ситуации, да? Она не должна быть для тебя какой-то рамками, ограничением, жесткостью, чем-то таким, что тебе придется там всю жизнь на стрессе сидеть, себя ограничивать. Это должен быть твоим образом жизни. Постепенно ты говоришь? Это одно твоим образом жизни. Когда ты, вот это есть постепенство, да, когда ты постепенно одно убрал, второе убрал, третье убрал, четвертое убрал, и ты постепенно приводишь свой образ жизни в порядок. А когда ты жестко себя сразу в рамки загнал такие, вот это не ем, то не ем, вот так ралжусь под это делаю, все там одновременно. Чаще всего это с срывами, короче, и как обычно бывают люди, которые никогда себя не дисциплинировали. Они, да, ну нафиг же, я так тоже хорошо жил, что сейчас это будет. Да, да, да. Не могу, Мурат, не задать один вопрос. Он многих волнует, касающихся спортсмен-мусульман, которые выступают. Вот ты в одном интервью сказал, что да, ты понимаешь, что инома это харам и все остальное, но наши мусульмане, братья, которые выступают, после победы они там делают земной поклон. Вот диссонанс не возникает у спортсмена, он мусульманин, но знает, что харам, харамом занимается, и как бы выступает, чтобы удовлетворить потребности этой публики, после этого земные поклоны делает. Какого-то такого религиозного диссонанса не возникает? у тебя, по крайней мере, был? Ну, знаешь, я как отвечу на этот вопрос, да? Просто люди, знаешь, начинают чересчур критично относиться, чересчур сильно критиковать. там, я не знаю, банить начинают людей, ребят. Знаешь, как я скажу? Возможно, это мое мнение лично даже, возможно, это послужит каким-то хорошим примером, каким-то призывом. Возможно, посредством вот этого Всевышний отдалит этого человека от запретного. и в том, что ты религиозный человек, где бы ты ни находился, когда бы ты ни находился, я не вижу проблем показать, что ты религиозный человек. И по причине, опять же, знаешь, как бывает, вот человек 150 тысяч хороших вещей делает, короче, это все банят, когда человек один грех совершил. Этот грех не выводит человека из религии. Ну, сделай ты дуа за него, да, сделай ему наставление, жесть. У нас там, ва, все, короче, он имама занимается, все, что он там, харам такой, всякой, это не делает. И списывает его полностью. И списывает, да, со что? Когда посредством него множество людей принимает религию, когда посредством него помогают нуждающимся, когда посредством него, ну, сделай за него дуа, встань на тахаджуд, сделай за него дуа, чтобы Аллах открыл его сердце, чтобы Аллах призвал его, чтобы он оставил это ради Аллаха, чтобы Аллах заменил ему это лучше. Когда он делает 150 тысяч полезных для общества, полезных для религии, полезных для мусульман, и он там чем-то запретным, там одно запретное что-то сделал, Вот, допустим, мне сейчас Это вот частая история И в комментариях, и везде И сколько раз я с этим сталкивался Когда человеку что-то наставление делаешь Скажешь, я ему так А ты что там в шортах выходил драться Девушек там развлекал Публику развлекал там туда-сюда Это, я не знаю Это как клеймо на тебе осталось Старо вспоминает Как клеймо осталось Я не уступаю уже, пять лет я завязался Я завязал Вот это все на мне, оно как клеймо висит В любом, где бы я там какой-нибудь За религию разговор или за что-то разговор Зайдет за правильный образ жизни Сразу в комментариях человеку Сам что в шортах там публику развлекал Сейчас будешь умничать Это вещь непонимания в вопросах Это будет прилетать Раньше говорили, береги честь молодого Это как бы к этому относится Что ты должен максимально делать Такие вещи, за которые тебе не придет В политике, посмотри люди Если у них где-то что-то были Ошибки какие-то им будут напоминать И через 30 лет И там это всегда будет нас преследовать Ну ты знаешь, Сульман Эти люди напоминают обычно те, которые Не хотят согласиться с его мнением Не хотят принять его мнение И они упрекают И они упрекают его тем, что раньше было Вот ты, например, какой-то насыха делаешь людям И он не хочет согласиться с твоим насыхом И он говорит, а вот помнишь ты Ты сам на себя посмотри Пять лет назад что было Когда появилась одна платформа Для общения, Clubhouse У нас там группа образовалась Ну один канал открыл И мы там обсуждали какие-то темы И мы знаем, что человеку сегодня Чтобы по крайней мере с Кавказа Утвердиться в этой жизни Стать каким-то известным, успешным, известным человеком Самодостаточным Один из главных путей Это спорт Если мы посмотрим Кабинет министров почти всех республик Это бывшие спортсмены Бизнесмены Это бывшие спортсмены У тебя несколько бизнесов есть В том числе этот бургер И, надеюсь, тоже на этом Как его? Кукурузной муке Этот Ну, он сегодняшний бургер заценил Нормально То есть Бывший спортсмен достигает успеха Становится бизнесменом Политиком Известным общественником И Молодой пацан Школьник Он будет ориентироваться только на них Альтернативы нет И мы предлагали Тогда Некоторым нашим борцам Адаму Батырову Почему бы не сделать Такую какую-то Группу спортсменов Которые будут Вот Человек стал чемпионом мира Вот сейчас борец Мусукаев За Венгру выступил Чемпионом мира стал Его там чествуют Ему машины Ему земли Ему там деньги Ему подарки Это хорошо Парень, наверное, заслужил Всего этого Но С ним наравне Выигрывает чемпионат мира По Там математике Или Каким-то другим Наукам И От правительства Там Поощрение В виде там Грамоты Да, грамоты Какое мизерное Денежное Довольство И Все остальные Пацаны смотрят Вот здесь Вроде бы Ботаник А здесь Спортсмен Красавчик Мужчина У него все есть У него машина У него дома И для него Ориентиром становится Уже вот этот Я вот расскажу В 90-е годы В школе учился Старшеклассники Ну Мы на борьбу ходили И они для нас были Авторитетом Поселковый И мы с экзамена Выходим С одноклассником И он у него спрашивает Али говорит Ты сколько получил Тот говорит Тройку Молодец А я получил четверку Мне так стыдно Стало ему сказать Четверку Я подумал Сейчас он скажет Ботаник Четверку Красавчик И этому говорит Али Бери пример Человек учится Я такой Аказаться Учиться Это не зазорно Аказаться Я не ботаник В глазах Старших пацанов Которые там На борьбе Наши эти Как старосты были Старшики Мы их называли Аказаться Учиться Это не зазорно Учиться Это хорошо Вот такой мотивации Если бы я от него Не получил Я может быть Как Али-Троечником Был бы В итоге Али-Троечником Стал Я тогда Предлагал Спортсменам Но это так Не такое Серьезное предложение Просто как мысль Почему бы Не собираться Спортсменам Когда кто-то Вот такой Приезжает Побеждать По каким-то наукам Да Я уже не говорю Про какой-то фонд Имени Саадулаева Имени Нурмагомедова Имени кого-то Который будет Примировать Медалистов Там допустим Вот сейчас Две девушки Сто процентов На ЕГЭ Набрали Вот почему бы Их как-то Не отметить Чтобы У людей Было Не только Спортом Можно достичь Вот этим Тоже Потому что У нас К вопросу О волейболе Ты говорил Как можно было Секцию волейбола Дать Потому что Будущего нет У этого ребенка Как раз таки Разговор Об Мане Он Федерации Практически Нет В Дагестане Нет Как ты говоришь Ледовых Этих Не актуален Просто В этом регионе Не востребован Он станет Чтобы достичь Чего-то Ему придется Переехать В какой-то регион В котором Волейбол Развит А у нас И специалистов Мало Ну ты Как раз Мой посыл Правильно Понял В отличие От многих Людей Которые Посмотрели Это то Что я Высказался Сказали И многие Начали Что ты Против Волейбола И так далее Я имел Ввиду То что В нашей Республике Нет развития Волейбола Что у нас Я допустим Знаешь Ты нашего Дагестанского Волейболиста Который В сборную России Попал За какой-то Клубы Играет Аблотипов Опять Я шучу Суть в том Что у нас Нет школы Волейбола У нас Нет Оттуда Как бы Да Карьерная Лестница Нет Ты никуда Не попадешь С этого Волейбола Нет нормальных Тренировок Нет школы Нет Никаких Перспектив Нет Суть в том Если бы Допустим Жили где-нибудь Я к примеру Ярославль Ты знаешь Что оттуда Самая сильная Школа Волейбола Оттуда Сборную Россию Попадают Оттуда Лучшие Волейболисты Страны Оттуда Ты за Какой-то Клуб Играешь И ты можешь Спортивную Карьеру Свою построить Да пожалуйста Ходи на волейбол Просто у нас Это все равно Сейчас в Дагестане На хоккей Отдать ребенка На балет Да По факту Вот смотри У нас много В советское время Было Академиков Профессоров Из Дагестана Маленький Дагестан Это сейчас Там 3 миллиона Раньше еще меньше было У нас очень много То есть народ У нас не глупый Если есть возможности Развиваться В науках В каких-то там Таких специальностях Умственных То у нас народ Далеко не глупый Но сегодня Я же говорю Нет Альтернативы Спорту Смотри Тут я уже Наверное Как сказал бы Вот Почему ты говоришь Ты сказал Раньше там было У нас Тогда было СССР Даже Да И ты становился Каким-то академиком Даже каким-то там Туда-сюда Тебя направляли Куда-то Ты там становился Кем-то Оттуда куда-то Направляли Тебе давали Далее Государства О тебе заботилось Даже Сейчас как Ты закончил университет Ты закончил На золотую медаль На Олимпийскую медаль Сколько хочешь Олимпиад Не выиграл Че бы не выиграл Ты закончил университет Ты предоставен сам себе Капиталистическое мышление Да Ты предоставен сам себе Нашел работу Не нашел И так далее И так далее Почему Очень много Зап curious Очень много Девушек Отличниц Работают учителями Да Много ребят Которые там Закончили На отличный университет работает бухгалтером на какой-нибудь фирме и получает 50-60 тысяч рублей. К примеру, я говорю. И точно так же рядом с тобой, к примеру, есть чемпиона мира по вольной борьбе, который стал, заработал здесь, заработал квартиру, заработал машину, заработал туда-сюда. Конечно, у молодежи выбор перед глазами. Чемпион мира, и тут куча миллионов, квартиры и так далее. И здесь олимпиаду по физике выиграл, это выиграл, то выиграл и работает учителем в школе. Здесь проблема не просто в этих спорте и не спорте. Здесь проблема в целом в системе нашего образования, в системе развития науки. То есть, получается, вот эти спортсмены, если они даже придут все, покажут, что его место, тот, который выиграл какой-то, взял какой-то высот. Представляешь, человек выиграл олимпиаду российскую по математике. Приезжают в школу, его в школе там похвалили, молодец, то и все. Но для большинства он будет ботаник. Но теперь в эту школу приходит, к примеру, Саадулаев, приходит Ислам, приходит Хабиб, приходит Мавлет Батыров. Внимание уделяет. Да, и его перед всей школой там и от себя какие-то... Я даже не говорю про то, что там какое-то финансирование. Я говорю о внимании, что вот эти люди на него внимание обратили в глазах остальных. А, ты прикинь, да, с ним Хабиб, с ним эти фотографии... Вот он в натуре. Но вот как он говорит, государство уже не будет внимания уделять этому. Вот теперь вопрос другой. Я специально сказал о том, что у нас большинство министерских постов в Дагестане, по крайней мере, заняты спортсменами. Если не они будут менять вот это положение, то кто будет менять? У вас эти рычаги? Смотри, я еще немного добавлю здесь. Когда простой сельский парень, у которого ничего не было, даже он там в селе жил, где-то в горах, возьмем пример того же Абдуршида Саадулаева, Чародинец, там с гор, сельский парень, крепыш, там хорошо занимался, молодец даже, и стал олимпийским чемпионом, и заработал, стал там известным, стал звездой финансового, благополучие там получил какую-то финансовую. И какой-нибудь, вот возьмем в то же селе, в Чароде, какой-то парень стал чемпионом там по физике, да, и они видят, где он оказался, где этот оказался, да. Есть какие-то, да, люди, которые стали там хорошо учились, стали какими-то бизнесменами, там заработали на этом туда-сюда, но они не медийные, о них никто не знает, о них никто не рассказывает. Ну это же продвигать нужно. Я вот об этом говорю, о том, что их нужно... Ну это вот, знаешь, какой-то вопрос... Вот хороший пример, я тебя, Мурат, извиняюсь, перебиваю, зрители часто меня за это ругают. Дагавтодор организация в Дагестане, она третья по финансированию, да, по бюджету, третья организация в республике, и тогдашний директор, она прямо рядом находится с Дагавтодором, с этим, академией. И директор Автодора просит у ректора Дагавтодора, дай мне, говорит, парня, говорит, юриста, отличника. У меня родственников полно, которые юридически окончили, но мне нужен, говорит, специалист, потому что у них очень много вопросов возникает из судебных разбирательств, когда они дороги прокладывают, там сельские дороги, они там село подают на них суд, там большие у них эти издержки бывают. Дай мне парня, который реально отличник. Они дали там, Лизгин парнишка пришел, ему очень даже как бы он хорошо устроился, толковый парень, он свои деньги отрабатывает, он постоянно, то у него в Краснодар поездка, то в Москву на суды, то есть человек нашел себя. Своими знаниями, то, что вот сидел он, учил, он нашел себя в жизни. У меня есть два друга, там же учились, то время, этот 18 лет, когда все по дискотекам бегали, в Дагестане их очень-очень много было, эти два брата, один из моих одноклассников, дома сидели, мы на дискотеку, не, не, у меня там сессия, нет, у меня там домашний барж, такие, типа маменькин сынок. В итоге, из нашего окружения, они двоем очень хорошо работали, вот этот Гемринский туннель строили, этот самый длинный туннель в России, считается, с 90-х годов, который долго не мог строиться, огромные деньги, огромные технологии там были использованы, и мастерами участков были эти ребята, которые, пока мы бегали по дискотекам, они сидели, уроками занимались, и они вправду серьезные специалисты стали, дорожники, там, прямо вот с этими, с какими-то тонкостями, бурения там, какой бетон должен быть, то есть, они серьезными специалистами, в общем, стали. То есть, они могут сегодня, ну, и хорошо живут, мы можем вот это все продвигать в массы, мы говорим о правильном воспитании, да, сегодня мы эти темы затронули, говорим о правильном питании, о режиме, о том, что дисциплина должна быть, все-все-все, и почему бы вот к этому еще и не добавить, да, Абдул Манаб говорил в свое время, что я там, если Хабиб уроки мне не сдавал, там, это отдельная статья была, то есть, для меня было очень-очень важно, чтобы уроки, вот, ну, если это сделать немножко вот другим, я же говорю, я тогда тоже не был услышан, потому что предложение мое было такое, невнятное может быть, но если вы как-то этим займетесь вопросом, спортсмены, что вот какой-то приехал парень, да, государство на это не смотрит, но вы посмотрите, у вас есть возможности, у вас есть авторитет, и на вас молодежь смотрит, вот я уверен, что если вы в какую-то школу придете, какого-то пацана поздравить с тем, что он олимпиаду там по математике выиграл, авторитет этого пацана и математики возрастет, мы знаем, вот сегодня, не сегодня, когда Анжи второй раз попал, в 97-м году, в 96-м году, когда первый раз Анжи попал, я как раз вот тот возраст был, когда все, мы в Маркадовскую школу записались, на футбол, это такая, понимаешь, волна была, футбол был просто вот финиш, вторая волна, это когда Сулейман Керимов купил всех этих футболистов, это там, и вот мы, пацаны, вот же они, вот эти легенды, которых мы смотрели, они вот совсем рядом, я могу, вот есть сильная школа там, у Анжи школа есть, и мы прямо с этой школы можем попасть, это только у Реала, у Барселоны есть школа, откуда сразу можешь в клуб попасть, и вот тут у нас Анжи есть там, мотивация была бешеная, много людей, вот что, имам мечети, во время футбольных матчей, он говорит, мечеть пустая, где все, вы хоть там намаз, не забывайте делать, все на стадион поехали, вы там хотя бы намаз не забывайте делать, то есть вот насколько мы раскручиваем то или иное направление, настолько оно и будет интересно молодежи, молодежь хочет себя реализовать, я думаю, что если вы сделаете, ну хотя бы на уровне Дагестана, я не знаю, положение там других кавказских республик, и у нас часто возникают споры с братьями, почему вы не ругаете тех, кто занимается ММА, там UFC, борьба, то есть к борьбе тоже есть претензии, там это одежда, облегающая, ну наша позиция, если мы ребятам скажем, что уходите оттуда, что мы им дадим взамен? Мы не готовы им взамен дать ничего, а другие готовы, и наркотики там есть, и вот то, что мы говорим, эти певцы там, и весь этот бардак, они туда залезут, мы это видели хорошо в 90-х годах, когда советская идеология рухнула, новой идеологии не было, и молодежь страшно пошла, и наркомания тогда бешеной, и спит, и все остальное, все, что можно было, все в то время пробовали, потому что не было альтернативы, сегодня хорошо хоть эта альтернатива есть, которая держит молодежь, и я знаю, человек, который там курит, и на тренировке, если он его там на тренировках, ты что там, не мужчина что ли, сигарету бросил, сдерживающий фактор, от многих грехов, от многих вещей, сдерживающим фактором является, как бы, поэтому мы пока смотрим, что из двух зол выбираем наименьшее, да, и ММА, и борьба, это наименьшее зло, но если дать альтернативу вот эту, вы можете дать, ну, я не говорю, чтобы заменился полностью спорт, профессиональный спортсмен, в первую очередь, ты должен понимать, что у него очень мало свободного времени, если ты профессиональный спортсмен, ты пашешь 6 дней в неделю, два раза в день, у тебя, помимо этого, у тебя есть семья, у тебя есть свои дела, ты же не можешь разорваться, да, если этим займется какой-то человек, который будет, допустим, к примеру, я, допустим, знать не знаю, когда эта Олимпиада проехала, их происходит, и следить время нету зайти, следить нету время, когда кто выиграл, что произошло, где этот парень, в какой школе он учился, где он закончил, и так далее, и так далее, если этот человек, какой-то человек занимается этим, и он, допустим, к примеру, наладит это все же, вот сейчас вот здесь, вот здесь какой-то парень пришел, пойдем ему, мы рады ему, поздравим его туда, в школу, зайдем к нему в кабинет, нет никаких проблем, подобрать время, выбрать там какой-то день, и поехать к нему, зайти прямо в класс, там поздравить его красавчик сказать там что-то ему подарить там какой-нибудь подарок цены вообще нет никаких проблем просто этим кто-то должен заниматься сейчас представь себе да как это должен сделать ислама хочу когда понятно там команда должна быть который должен быть человек который этим занимается идея хорошая то что ты говоришь я в я полностью согласен это вообще отличная идея этого вообще классно же я бы поддержал такое же такое такое движение про активиста один активист который должен всех спортсменов доме куда давать это министерство образования зашел где чё какой парень в какой школы кто вы выиграл и так далее ну как спортсмены там половина жизни в разъездах там всю свою жизнь спортзале в тренировках там в этом в том проводят но невозможно за всем следите за каждому следить где-то там новостях где-то всплыло что-то увидел в инстаграме какой-то парень там по физике там олимпиаду выиграл там и так далее но я знать не знаю где он живет где он учится в какой школе и так далее и так далее еще один момент очень все контролируем хороший активист нужен сегодня сегодня очень хороший как раз таки шанс сегодня вот эту вещь сделать хотел обратиться к зрителям кто нас смотрит если общественники активисты блогеры кто готов на себя эту задачу взять вы сделаете очень очень хорошую работу если вот этот маршрут от спортсменов до каких-то ребят которые побеждают на олимпиадах если между ними каким-то мостом вы будете это будет очень хорошо вас есть хорошая возможность и и себя в том числе про как раз мурада можно начать у радость готовится мурат есть темы которые мы с тобой не обсудили есть что ты хотел бы сказать зрителям я такой же немного тут сама рекламу хотел опять же вернуться к нашему сообществу даже тему нашего подкаста было здорово кстати я хотел они здорово образ жизни на странное название богу x боговикс что значит богу x это вот знаешь ребята создали это это сообщество они создали еще она была до того как я с ними познакомился они уже организовали назвали его богу x на самом деле это немножко такая с юмором подошли они к ребята к этому креативно подошли названию это вот раньше если если помните все молодые были играли gta игру на компьютерах богу x это код на бессмертие был на этой я сам этого не знал я сам правильно играл эту игру меня никогда не привлекал это игра gta но этот как и я вот когда вот с ними познакомился вообще спросил что такое богу x мне объяснили я какой-то же посмеялся симуром подошел к ситуации и этот на самом деле для многих ребят лень знаешь как сказать вот вы допустим раз два три дня лекция скидывается в канал лекция какая-то информация полезная и так далее так далее есть эксклюзивная информация даже то есть она ее свободном доступе нету в нашем сообществе очень много специалистов там помимо меня есть диетолог эндокринолог травматолог там и все эти вопросы там психолог и тогда все вопросы касательно здорового образа жизни постоянно разбираются и закидываются лекции закидывать там опросы закидываются статьи какие-то и так далее там допустим точно также в этом в этом сабу вообще за любой человек может который-то вступил пойти сдать анализы скинуть анализы туда и с ним уже врач отдельно разбирают что у него не хватает в анализах и так далее и так далее это всего лишь за 1000 рублей 1000 рублей месяц тогда машу и помимо этого мы очень много там розыгрышей проводим вот велосипед разыграли опять же там до этого мы каждую неделю разыгрываем там деньги разыгрываем каждую неделю там какие-то призы разыгрываем и так далее участка перед выездом и сделали там как бы посмотрели самых активных участников клуба и там одному 5000 рублей подарок за другом духе подарили там много человек вступила сейчас 300 человек около 300 человек людей короче мы поддерживаем вот мы какие-то совместные мероприятия делать забег атлетиков у короче мой зале сообщество написали желающие зарегистрировали под дождем да который да ну попало да когда с течения местами плавали я сам пришел по этим лужам по дождю бегал короче и среди тех кто пришел туда мы какие-то подарки призы разыграли как бы чтобы мотивировать их к здоровому образу жизни к здоровому этому питанию просто людям лень зайти там просмотреть лекцию прочитать вот для человека нету проблем пойти с утречка пойти с кем-нибудь в кофейню 1000 рублей в кофейне оставить короче пирожное покушать там поспать в инстаграме ленту полетает полистать а вот зайти и почитать о своем здоровье просмотреть ролик прослушать там 10-минутный ролик о сне о там за гормонах о чем-то там а в этом ему лень а мифах питания да 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 и так далее кстати мифы о питании есть какие-то такие распространенные которые являются чушью скажем так но есть таких таких мифов множество ну например основные ну например ну знаешь вот здесь она знаешь как в плане питания как и в медицине да как говорят сколько сколько специалистов столько и мнений да ну пример вода во время еды ну к примеру допустим очень многие люди говорят вредно во время еды пить воду даже но возьмем к примеру гречку да те же гречку запиваешь водой это вредно не есть даже возьми теперь эту гречку в блендер закинь залей двумя стаканами воды и перемешаю и сделаю из нее там скажу суп суп и выпейте суп почему вот суп стал полезным а гречка с водой было вредно огурцы помидоры которые там на 80 на 90 процентов из воды состоят ну да то же самое аналоги просто вредно в чем вредно в чем заключается когда ты ешь жирную еду там и запиваешь ее холодной водой вот это я считаю нехорошо и второе я считаю когда ты уже закончил еду ладно вот я взял за и поел даже и вот выпил стакан воды все нормально да после этого мой желудок раз он смылся желудочный сок он начнет опять его вырабатывать и еда начнет перевариваться но если ты берешь и каждый 20 минут по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть воду пьешь вот это уже усложняет твое пищеварение вот это уже затрудняет потому что постоянно в воду водой догоняешь и она смывает и размывает желудочный сок поэтому вот эти два-три момента если как бы придерживаешься вообще нет проблем никаких во время еды до еды пить воду тут и банка им джази он пишет у себя в книге же говорит что желательно пить за полчаса дают до еды во время нежелательно и после через полчаса смотри средневековые ученые почему я как бы вот медицине у них науки не беру мнения потому что мы знаем медицина авиацины свое время было как бы эталонной но сегодня у меня друг писал диссертацию как раз по по теме медицина авиацина смеялся как его методы сегодня неприменимы абсолютно уже горит устаревший и поэтому те методы которые у них были и сегодняшние методы не абсолютно они разные да конечно еды ты пьешь воду и она этот желудочный сок разбавляет водой там и он плохо переваривать но когда смотришь из чего состоит желудочный сок он на 95 до 99 9 процентов состоит из из воды и все остальное там помимо сульфатов то 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 сама соляная кислота то есть желудочный сок если прикинем 100 процентов был бы соляной кислотой чувствуем желудком сделал бы раздел бы там до невозможности он сильно разбавлено на 99 9 процентов состоит из воды поэтому этот миф что воду пьешь и во время еды что там желудочный сок с ним что-то происходит это помнишь к касательному мнению им им и на одну страницу инстаграме на нарвался там очень много насчет воды говорил он им приводил пример что нельзя пить и мнение какого-то ученого старого да но эти мнения все не опираются на сумму не опираются это ты умеешь это вот ученого да это все равно что я 6 там свое свое мнение выскажу по какому-то вопросу это не означает что он там правильный правый так далее это вопрос был не с точки зрения медицины это чистое мнение этого человека да но у нее так не гостят его на самом деле то что он говорит это в плане пищеварения это здесь ничего плохого нету за полчаса до еды выпить полчаса после этого это только разгоняем за только поможет вам пищеварение проблем нет в этом самое интересное меня с этим мнением что получилось я однажды ну когда серия приехал отучился домой приехал и отцу читаю это мнение я говорю смотрю вот просто открыл книгу и сразу под на этот как бы наткнулся на эту главу и прочитал и перевел отцу он как бы послушал все нового внимания не принял и потом через неделю-две он не гает малахова смотрит на первом канале играть смотри он говорит что нельзя во время еды пить вы как раз таки он тоже там говорю воду пить я бы я же тебе в две недели назад говорил об этом читал тебе говорю что еще 700 лет назад ученый говорит что нежелательно пить и так далее я не слышал где они знают то есть оттуда вот современного смотри как они совы современных так называемых то специалистов в этой области берут то есть информацию я думаю карим если сегодня среди мусульман были бы медики сильные и известные он медийно расключены малахов абсолютно не тот человек который можно слушать машину глупости у него это свои этого ирина терапия это абсолютно антинаучный метод поэтому как может быть научный человек который предлагает в медицине не научные не доказанные методы это как бы определяет его уровень но он медийно раскручен если бы у нас были бы такие врачи то они конкретные сказали бы что вот это да и и от них нужно брать если у меня был бы выбор взять малахова или взять какого-нибудь камал занта мусульманин врач специалист я конечно сделал камалу конечно уж здесь здесь личный бренд повлиял на твое повлиял знаешь какой момент это все нами дети с этим сталкиваются на большинство родителей из него всех родителей есть такое мнение которое ты не можешь через него пробиться это яйцо курицу не очень просто не воспринимают родители детей своих того они все родители считают что их ребенок не может знать больше них ни в чем ни в одном вопросе это неправильно конечно неправильно если там отец специалист какой-то области а сын специалист другой области даже не означает что сын не может в этой области больше отца это вот как раз про дорожников рассказывал же два брата их отец отец тоже дорожник у них такие споры возникали потому как делать асфальт нет вот это там что-то отец не никак не принимал их не что интересно мы сидим толками как с отцом разгаришь нормально спорно три дорожных научных салюта и они спорят да да не так не делается нет сегодня с не по такие нормы такие нет это нормы не просто родители еще немного знаешь их не методика их не мнение их не вот это что было она немного устаревает что-то новое новое но появляется родители не хотят принимать это сходили они остались на своем какое-то мнение чтобы ты не говорил них они хотят вас первое что это мы жизнь повидали да ты че жизнь видел что мы про боговикс раскрыли или если не раскрыли меня просто хотят проагитировать людей которые хотят там следить за своим образом жизни туда что не поленитесь если вам что-то не зашло или не понравилось там 1000 рублей заплатили следующем месяц удалите сдай из группы нет никаких проблем если там программ тоже можете предложить по питанию там чтобы там все рассветить постепенно 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 вся информация и то это и по питанию информации по сну и по гормонам и поэтому по всем короче по образу же какие витамины принимать какие витамины принимают к нехват и постепенно вся информация скидывается жесть просто для людей нужно не не поленится mechanical на двух клиентов больше все подписывайся что ты уделил время сегодня этот вопрос важный вопрос воспитания и вопрос правильного питания, правильного образа жизни я как бы не отделяю эти три вещи поэтому Джазакал Харбаш не пришел уделил нам внимание ждем еще слава богу слава богу